Всем привет, друзья, с вами Стас. Сегодня у нас обзор чехла Spigen для iPhone 4 и 4s за 5 долларов. Давайте же начнём. Но прежде чем начать обзор этого чехла, я хочу показать очень интересный канал про распаковки посылок из Китая, который называется China The Best. Вот распаковки посылок из Китая, очень интересный канал, давайте же все на него подпишем, все очень хорошие распаковки. А теперь мы перейдём к нашему обзору чехла Spigen для iPhone 4 и 4s за 5 долларов. Заказывайте чехол из Китая, с сайта AliExpress, подходит для iPhone 4 и 4s. Давайте же откладываем iPhone в сторону и посмотрим на сам чехол. Сам чехол у нас состоит из двух вот таких вот частей, это сама пластиковая, силиконовая, скорее всего, основа, и пластиковый ободочек. А вот такие бывают разных цветов, а сам чехол там был только в чёрном цвете. Давайте же пробежимся по надписям, чтобы посмотреть, насколько он похож на оригинал. Тут написано Spigen и внутри сделано всё очень классно, написано Original Spigen. То есть вот оригинальный Spigen закус идёт. И давайте же мы наденем вот такой вот красный ободок и посмотрим, как они вместе. Итак, с красным ободком под чехол выглядит подобным образом, то есть он становится по бокам красным. И, кстати, если вы заметите, если моя камера сфокусируется, то тут тоже написано Spigen, то есть всё как в оригинале. По оригинальному всё сделано, давайте же пробежимся по вырезам, по разъёму, потом посмотрим, подходит ли он для нашего iPhone 4s. Сзади у нас, конечно же, вырез под камеру вспышку. Сбоку у нас выреза это под качельку иглировки громкости и под кузынок режима со звуком или без звука. Сверху у нас, конечно же, под разъём для наушников и кнопка включения-выключения. Кстати, вы можете заметить, что кнопка включения-выключения, кнопка регулировки громкости, они тоже закрыты, то есть телефон будет защищён. И снизу у нас, конечно же, снизу у нас, конечно же, разъём для кабеля и дырочки под микрофон. Давайте же наденем чехол и посмотрим, как будет лифон выглядеть вместе с чехолом. Итак, телефон выглядит следующим образом, то есть он у нас защищён. С задней стороны все вырезы у нас встали на место. Единственный минус это, давайте приближу и покажу то, что единственный достаточно существенный минус это то, что кнопка со звуком или без звука у нас утоплена достаточно глубоко и иногда трудно её бывает достать. И ещё один минус этого чехла это то, что кнопка громкости нажимается не так хорошо, как бы хотелось, но за 5 долларов, думаю, сойдёт. Сверху у нас тоже всё стало на свои места, тут у нас ничего нет, и сзади, и снизу у нас тоже всё стало на свои места. Также вам хочу заметить, что чехол имеет небольшой болтик, то есть вы можете ренеть его и стеклом вниз, если вы носите телефон без плёнки, так же, как и ношу его я без плёнки. Показывает чехол, мне радость. Ссылку на чехол я оставлю в описании, также не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте подписываться на канал ChinoTheBest. И так же ставить лайк этому видео, звать друзей, будет больше подписчиков, больше видео, вы уже можете заметить, что видео стали выходить достаточно часто. С вами был Стас, до скорой встречи, пока.